Эй, другие, в эфире Берди Буч. Один из самых древних и долгоиграющих холиваров в истории War Thunder — это холивар на тему ультра-лоу и влияние этого самого ультра-лоу на непосредственно эффективность в бою. С самого первого дня существования нашей любимой игрульки этот вопрос не дает покоя многим игрокам. Существует, наверное, миллион постов и тем на самых различных ресурсах, начиная от официального форума, заканчивая самым невзрачным пабликом по War Thunder ВКонтакте. Люди спорят, поливают друг друга говнишком, впрочем, как и полагается, но до сих пор не могут прийти к общему мнению. Ультра-лоу — это всего лишь распиаренный миф или действительно реальный способ играть лучше. Давайте же решимся на этот крайне рискованный шаг и попробуем сыграть War Thunder на ультра-лоу графике. Блядь, War Thunder может быть вот таким. Да-да, не удивляйтесь. Опишу вам свои первые впечатления. Вы знаете, к любому изменению нужно привыкнуть, и ультра-лоу не исключение. Понятное дело, что карты те же, но вот резко уменьшенное количество объектов на них слегка запутывает. Но только поначалу. Через 3-4 боя мы привыкаем, и Тундра 5 становится для нас как родная. Тем не менее, как-то, знаете ли, бросается в глаза общая серость картинки. И хотя в War Thunder это прямо скажем, по сочности картинки далеко не Battlefield 1, но по сравнению с нормальным графоном на ультра-лоу действительно все как-то безрадостно. Одним словом, убого, убого именно в цветовой палитре. То, что нет абсолютно всех визуальных эффектов, это дело другое и понятное. Но тут чуть больше. Так вот, к вопросу о привычке. Где-то на третий бой я привык и начал чувствовать себя комфортно. До этого в голове была только одна мысль. Блядь, как выкрутить все обратно? Но не будем отвлекаться, что все мы слышали об этом графическом пресете. То, что игра тут в разы легче, и все истинно трушные папки-нагибаторы только ультра-лоу и юзают. Что с одной стороны правда. С другой стороны, я знаю несколько человек, которые играют супер результативно и играют на почти максимальной графике. С третьей стороны, ебаных читачков никто не отменял, так что... Вы знаете, лично я, если так подумать, то почти во всех шутерах выкручиваю графику на минимум. В батле, например. Особенно в относительно современных. Ведь нет смысла выкручивать в ноль графон в батле 1942. Блядь, там и так на карте ноль объектов. Но в шутерах-то игроки выкручивают графику, чтобы повысить число кадров в секунду. И там это реально роляет. 60 фпс у вас или 200. Ну и конечно, если кто-то не понимает, что чем больше фпс, тем лучше, прошу вас, ребята, прочекайте, как обстоят дела на самом деле. Фпс наше все. Но вот в тундре, если мы не берем в расчет игроков на очень слабых ПК и ноутах, игроки действительно выкручивают графон в нулину просто для того, чтобы видеть противников через всю карту. И это, скажу я вам, действительно работает. Но есть один важный нюанс. Попадая, например, на пески Синае, нет особой разницы между ультра и ультра лоу. Но, например, на полях Нормандии, и вы увидите это чуть позже, действительно куда легче и приятнее вычислять противников. Проверено и сказать честно, преимущество реально огромное. Повторюсь, далеко не на всех картах, но иногда есть такие места на локациях, что играя с ультра лоу, вы думаете, пиздец я читак, тут же все как на ладони. И иногда, не очень часто, но все же, когда вас убивают через 100 кустов и 50 деревьев, может быть, очень может быть, что игрок юзает сей волшебный пресед. Что подводит нас к главному вопросу, почему же улитки не уберут эту позорную фичу. В отличии от нас с вами, у улитки есть полная статистика, на каких компьютерах играют игроки. И я уверен, реально уверен, что у многих людей реально калькуляторы. Да, на дворе почти 2019 год, но ребята, мы живем не в Швеции, не в Швейцарии, и наши люди по известным причинам не могут, блять, тратить всю зарплату на железки, которые, к слову, теряют рабочий вид куда быстрее, чем кожа под грудью вашей подружки. Так что ультра лоу это объективно необходимая мера, дабы позволить куче игроков играть на своих далеко не самых производительных системах. И еще, не стоит забывать, что War Thunder проект бесплатный. Я хз как это связано, но обычно, если человек покупает игры, то подразумевается, что у него есть хотя бы средний компьютер. Представьте, нелогично же будет, если человек, тратя деньги на все новинки, тупо не может играть в них. Зачем они ему? А тут, вроде как, игра бесплатная, вот и имеем, что имеем. Но раз преимущество есть, почему бы не запретить, включая такие настройки, игрокам с хорошими ПК? Хз, друзья, это уже вопрос к улиткам. И, кстати, такая статистика наверняка тоже существует. Сколько именно игроков, имея на борту новый Intel и свежий GTX 10-го поколения, тянется своими погаными ручонками к заветной кнопке «Совместимость со старыми видеокартами». Тут два варианта. Или такая проблема не стоит, и количество таких игроков не превышает статистическую погрешность, или Гайдзинам тупо похуй. Я, кстати, склонен верить во второй вариант. Почему лично я не играю на ультра-лоу? Тут есть несколько причин. Я, как и в Аномас, люблю хороший графон. И мне, так сказать, хочется не только интересных механик, но и красивую картинку. Все любят красивую картинку. Конечно, в той же батле у меня стоят или низкие, или средние настройки, но, повторюсь, там это делается для других целей. И что самое важное, самые низкие тамошние настройки и близко не стояли по убогости с ультра-лоу Гайдзиновского разлива. Там вы просто адекватно оцениваете. Да, немного лесенок. Нет вау-эффектов, но все равно все прилично и красиво. Хотя и без изысков. Тут же реакция слегка другая. Блять, мои глаза. Причина номер два. Производство роликов. Я никак не могу позволить себе показывать вам ебучую картинку. Конечно, YouTube, если кто не знал, режет качество. Качество это теряется достаточно сильно. Если сравнивать ролик у меня на диске, тот, который уже залит и обработан. И так у всех контент-мейкеров. Но что поделать, YouTube великая платформа и представьте, сколько миллионов роликов хранится на его серверах. Так что не будем выебываться и поливать говном ютубчик. По крайней мере, лично я не хочу так делать. Но получается, что ты находишься в заведомо проигрышном положении. Ведь тебе играть тяжелее, чем лоу. Поциком. И да, и нет. Есть одна хитрость, друзья. И сейчас я вам о ней расскажу. Есть одна волшебная настройка игра, с которой вы можете обеспечить себе некоторое преимущество. Называется она дальность деревьев. И делает она следующее. Работайте, я фишка на видео третьего лица. Присмотритесь. И я ее юзаю. Не выкручиваю в ноль, но сильно бывает прибираю. Знаете ли, обнаружить противника первым у нас в игре есть великое преимущество. Да, разрабам можно было сию фишку убрать. Но пока она есть, и я вам о ней рассказываю. Так что пользуйтесь на здоровье. Кто-то может сказать. Бля, такие петушиные способы не для нас. Все, кто использует это просто еблан. Нечестный еблан. Он портит игру сотням тысячам игроков. Блядь, я бы сразу банил нахуй ебков, сука. Как они меня бесят, блядь, играть в игру по правилам. А не пытайтесь наебать систему, сука. Вот так вот он скажет, а потом пойдет и выкрутит дальность деревьев в нули. Да, но это не заботит нас. Меня заботит вот что. Я долгое время юзал фильтр кино. Но потом все фильтры оказались сломаны в результате борьбы улитки с полиномщиками. Но вы в курсе. В игре, блядь, нет освещения. Но ночные бои есть. И улитки, пытаясь запретить нам выкручивать в полиноме яркость, просто на корню убили всю затею с фильтрами. А ведь это была реально годная и крутая фишка проекта. У меня от этого говна до сих пор горит, друзья. Я нахожусь в перманентном ахуе с такого положения вещей. Ну, не нужны в игре ночные бои. Зачем же вы заставляете игроков портить в них зрение и убивать нервы? Блядь, просто какие-то садисты. Чисто для галочки. У нас в игре есть ночные бои. Заебись, а как у вас реализовано освещение? Пошел ты нахер, козел! Ну так давайте же подведем итоги. Ультра-лоу, миф или реальная тема? К сожалению для некоторых и к счастью других, да, ультра-лоу реальная тема. Одним она позволяет играть на процессорах мезозойской эры, а другим, говоря простым русским языком, наебывать других игроков. Стоит ли переходить на ультра-лоу, имея мощный ПК? Это все на ваше усмотрение. Кто я такой, чтобы диктовать вам, как играть? Да мне-то и похуй. Я этот, так сказать, похуист. Ставьте лукасики, пишите комменты, это очень помогает каналу. Зацените нашу группу ВКонтакте, зацените паблики панцерсофа и секрет документ. Ссылки, как всегда, в описании. И, конечно же, подписывайтесь на канал, ведь здесь говорят неправду. С вами был Берди Буч, друзья. До новых встреч. Peace. Субтитры подогнал «Симон»!